Работаю, тренирую, у меня есть несколько клиентов, подбегает стройный молодой человек, сует листок бумаги и говорит, здравствуйте, прогомментируйте, пожалуйста, программу тренировки, я ее купил, и мне теперь надо понять, хорошая она либо нет. Я вздыхаю, беру листок бумаги, смотрю на молодого человека и вспоминаю то, что приседает, тянет он ужасно, с весами 30-40 кг, это выглядит просто кошмарно, это отсуществует. Я бросаю бегу взгляд на тренировку, хорошему тренировку этого достаточно, 4 тренировки в неделю, по 5-6 упражнений за тренировку, какие-то бешеные комплексы для рук, разгибания ног, пресс, я сую ему эту бумажку назад и говорю, эта программа отстой, она сейчас не сработает, какая бы задача она у вас не стояла. Он говорит, почему? Я говорю, я видел, как вы приседаете, сориентируетесь пока на постановку техники, моторики, комплексных базовых движений, без этого ни одна программа не будет иметь ровным счетом никакого смысла вам не за упражнениями, не за набором подходов, повторения надо гнаться, вам надо гнаться за тем, чтобы у вас был большой опыт вас как спортсмена, который тренируется в рамках правильной техники, выполняя комплексные базовые движения. За счет этого увеличить общую силу и массу и иметь большой стаж как спортсмены. Только после этого можно будет рассматривать какие-то программы тренировок. Это большая частность, хороший тренер напишет любую программу тренировок за 2 секунды, почесывая задницу, а за 20 секунд напишет 10 программ, и они все будут хорошие, но сработают только для хорошего подготовленного спортсмена, который четко понимает, что ему нужно. База, техника и моторика. Он на меня смотрит. Нет, вы поймите, мне говорит, не нужен пауэрлифтинг. Мне нужно подкачать руки, сделать чуть-чуть больше ноги, и сделать рельефную игру, чтобы здесь появилось вот такое отделение. Я говорю, данная программа, исходя из этой задачи, вам не поможет. Он такой, ну вы напишите, как правильно. Я говорю, хорошо, дешево, найдите хорошую секцию пауэрлифтинга, либо хорошего тренера, и выполняйте год, либо больше, то, что он говорит, и никакой самодеятельности. Изучите, что такое анаболизм, белки жироуглеводов, нервная система, сверхкомпенсация. Поставьте, наконец, технику комплексных базового движения. Третье. Хватит лезть к тренерам, у них есть работа, люди заплатили деньги, и вы тратите их время. Это неэтично, не тактично, всего сразу не бывает, и результат, за который вы не заплатили волей, либо не поработали для того, чтобы получить какую-то информацию, не будет правильным. Это все нехорошо. Даю ему эту бумажку, он на нее смотрит. Ну, вы упражнения какие-то посоветуйте еще?